Как в Москве и Питере, газовая столица готовится к новогодним праздникам. На Центральной площади установили новый необычный световой элемент – ротонду. У городской администрации большой елочный шар. Если раньше, чтобы увидеть такую красоту, нужно было ехать в большие города, то теперь новогодняя сказка рядом. Стоит только посмотреть по сторонам. Идет монтаж светящихся порталов и возведение ледового городка, а возле полярной совы появились высокие арки. Одной из первых волшебной атмосферы праздника прониклась моя коллега Мария Федорчук. Ей слово. Украшать город к Новому году начали задолго до праздников. Первые композиции появились на площади памяти. Светящиеся звезды стали символом того, что отсчет дней начался. На площади около администрации словно волшебники трудятся рабочие. Впервые в этом году газовую столицу украсит большой елочный шар, внутри которого можно загадать новогоднее желание. Его окутывает несколько метров светодиодной гирлянды. Сейчас задача специалистов – установить около 300 игрушек. Шарик начали украшать вечером, так как много народу было, перестали. И сейчас утром по-новому возобновили. Вешаются на хамутики, стяжки для проводов. Будут висеть. Будет примерно посредний ярус, где-то метра 20, чтобы не доставали до шариков. На центральной площади во всей красе предстала елка. В этом году ее оденут в новые украшения. Их уже привезли. А пока рабочие трудятся над монтажом порталов. Большие конструкции устанавливают и дополняют шарами, гирляндами и светодиодными лентами. Еще одним новшеством в этом году стала светящаяся ротонда. Собрать ее оказалось непростой задачей. Любой монтаж металлоконструкции – это всегда сложно, грубо говоря. Тут есть много нюансов, связанных с неровностью поверхности. Все это надо идеально выровнять, чтобы все идеально подходили. Если вы заметили, что у нас все оборудование стоит идеально, грубо говоря, что посередине это все с уровнями, с нивелирами выравнивается все и собирается. А тем временем ледяные блоки превращаются в горки и фигуры. Юным новоуренгойцам уже не терпится опробовать аттракционы. Мастера из Ижевска обещают завершить работу в срок. Этому благоприятствует и погода. У нас работа, как проявка фотографий, она появляется постепенно. Но есть и готовые объекты. Маленькая детская горочка уже функционирует, потому что я заметил, как детишки радостно уже там катались. Нынче погода просто радует. Это самая оптимальная температура для работы со льдом. Потому что лед при обработке, когда склеиваются между собой ледяные, блоки ледяные, он не трескается. И лед мягче. Он удобнее обрабатывать его в такую погоду. Да и самим просто комфортнее. Пальцы не отваливаются. Светящиеся конструкции делают новоуренгой ярче. Особенно это актуально на севере, где царят полярные ночи. Разноцветные огни поднимают настроение и дают почувствовать приближение праздника. Вообще красота. Давно надо было. Очень красиво. Даже я увидела, обрадовалась. Очень красиво. Нормально, очень красиво. Нам нравится. Вообще красота. Первый раз такое вижу. Видела в других городах. Было очень красиво. Завидно. Но в этом году и у нас такая красота. Поначалу уже что-то радует. Красиво. Все нормально. Ну, дальше будет больше, потому что только строительство, я так вижу, началось. А сейчас вот именно при входе очень красиво. Это что-то новенькое. Новые элементы появились и на площади около Полярной Савы. Территорию украшают большие колонны, похожие на ледяные ворота. Буквально через пару дней специалисты завершат монтаж. Тогда же сказочные элементы засияют яркими огнями. Работа идет и во дворах. Елки мы устанавливаем в городе, в районе Полярной Савы, в администрации и на Виадуке. Потом маленькие горькие шестиметровые мы устанавливаем тоже на оптимистов. Это у нас потом в районе Ленинградской 6 детская площадка, в микророне Тундровой, 15 школа. Ну и также в Карачае Олимпиях. Сейчас работы ведутся буквально в каждом уголке города. Во дворах строят снежные горки. Создание праздничной атмосферы специалисты завершат к 20 декабря. Мария Федорчук, Артур Цвелюк, Служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова